Чайка Не оставив следа, а земля вечерами мелькает, накиная кран, нам уже наяву не увидеть ее никогда. Рождение и гибель океанов. Не правда ли странное название? Разве океаны могут, подобно людям, рождаться и потом умирать? Я вспоминаю давние времена. Послевоенный наш класс в прошлом веке, моей нетопленной в те поры, в 1947 году, Ленинградской, после блокадной школы. И уроки географии, школа была там мужская, я уроки географии очень любил, вообще географию любил больше других предметов. И учительница входила в класс, брала глобус, ставила его на стол и говорила, ребята, вот смотрите, часть глобуса закрашена голубым, это океаны, часть желто-зеленым, это континенты. И вот всегда, пока существует Земля, вот так они и существовали. Океаны, конечно, образовывались, но как? Часть континента проваливалась и образовывался новый океан. Все перемещалось на поверхности нашей планеты, только вверх или вниз. Правда, был какой-то полусомошедший немец, кажется, Вегенер фамилия, который считал, что континенты якобы дрейфуют, но его быстро раскритиковали, и с этим все закончилось. За тонкими стенками палатки свистел жуткий восточный ветер. Царила полярная ночь. Он умирал. Умирал среди льдов от сердечного приступа. Рядом с ним был только верный друг эскимос Расмус, с которым они прошли без отдыха 600 километров. Так завершилась последняя экспедиция великого ученого Вегенера. Я тут в прошлом году довелось побывать в Австралии. Летел я на самолете, но период достаточно утомительно. Это черт-те где, это край света, совершенно какой-то отдельный континент. Перелет занимает 27 часов, пересадка в Сингапуре или в Гонконге. И вообще говоря, кажется, что летит что-то другую планету. И трудно себе представить, что этот континент, который может соединяться с нашей Евразией. А тем не менее, так и было. Потому что 270-290 миллионов лет назад эти континенты образовали как бы единое целое, Пангею. Сегодня нас разделяют просторы Мирового океана. Однако все меняется на поверхности нашей планеты. И по прогнозам наших геодинамиков, можно считать, что через 50-60 миллионов лет опять все континенты соберутся вместе. И океаны снова изменят конфигурацию. Проблема происхождения возраста Мирового океана и его самой древней, пожалуй, части, где океан был всегда, это Тихий океан, одна из наиболее обсуждаемых в геологии. Надо сказать, что уже античные мыслители, которые вообще-то геологию не очень себя представляли, ибо дальше Греции, как правило, и Айкумены никуда не попадали, но они уже подозревали, что современное распределение суши и моря не является чем-то стабильным, извечным, в отличие от нашей учительницы географии. А так за доказательствами далеко ходить не надо. Огромные части суши просто покрыты морскими раковинами и различными родоостатками морских животных, не говоря уже о отложениях типично морских, таких как известняки, которые становились мрамором, из которого ваяли древние скульптуры. Мой сосед по комнате получил к Рождеству большой настольный атлас. Мы часами с восхищением рассматривали великолепные карты. И мне пришла в голову одна мысль. Разве не совпадает по своим контурам восточный берег Южной Америки с западным берегом Африки? Настолько точно, что кажется, будто раньше они составляли единое целое. Этой идеей я должен заняться. Вегенер стал упорно искать доказательств этой своей шальной, казалось бы, идеи. И благодаря своему широкому естественно-научному образованию и своему неистовому упорству, он в течение года перелопатил огромный массив литературы, чтобы найти убедительные аргументы в пользу идеи о том, что когда-то материки составляли единый массив суши. Прогремевший в июне 1914 года выстрел в Сараево возвестил о начинающейся войне. Как офицер резерва Альфред Вегенер был сразу мобилизован в армию. Он был обязан вести солдат на врага. Но кто этот враг? Возможно, совсем недавно с этим человеком он обменивался научными мыслями. Невыносимо. Однако в самом начале октября 1914 года он был ранен и отправлен домой на лечение. Врачи обнаружили у него порог сердца. Вероятно, он приобрел его в экспедиции при пересечении гренландского ледникового щита. Теперь его занимает только наука. Он возобновляет работу над начатой еще до войны книгой «Происхождение континентов и океанов». Вегенер был великий человек. Именно он впервые высказал предположение, что 300 миллионов лет назад все континенты были в одном месте, образуя гигантский суперконтинент, который носил название Пангея, а все остальное пространство на поверхности нашей планеты было занято океаном. Таким образом, была впервые сформулирована теория дрейфа континента. И хорошо знакомый нам современный океан, Атлантический, Индийский, Северно-Рядовитый, образовались в нашей Атлантической совсем не сразу. Гораздо позднее, за счет распада этой самой Пангеи. И отодвигания современных континентов друг от друга. Например, Атлантический океан вообще возник относительно недавно. Надо сказать, что эта идея передначально вызвала огромный интерес, а вскоре была отвергнута подавляющим большинством геологов. И на приверженцев новой теории дрейфа континентов писали просто доносы. Вот, в частности, у меня в книге воспоминаний цитируется донос, написанный на меня и на профессора и после члена корреспондента Льва Павловича Заннышайна, когда мы опубликовали наши данные, и книга была у нас опубликована, о рождении гибели океанов и о дрейфе континентов. Такие были времена. Следует просить автора соблюдать необходимую дистанцию и в дальнейшем не удостаивать геологию своим вниманием, а искать другие области знаний, где пока еще забыли написать на своих дверях «О, Флориан, святой, пощади этот дом, подожги другой!» Такой была реакция одного из крупных ученых на гипотезу Альфреда Вегнера на одну из самых ярких идей 20-го столетия. И связано это было с тем, что во времена Вегенера не было все-таки достаточно большого и убедительного фактического материала, чтобы подкрепить его смелую гипотезу. Однако такие материалы стали появляться после Второй мировой войны, когда началось интенсивное изучение ложа океанов. И когда появился новый геофизический метод, получивший название палеомагнетизм. Существует группа так называемых ферромагнитных минералов. Это те минералы, которые обладают сильной намагниченностью. Причем даже если выключить внешнее магнитное поле, эта намагниченность будет сохраняться. И будет сохраняться ориентировка на те магнитные полюса, которые соответствовали времени формирования этих минералов. Вот на основе этих данных и данных о строении дна океанов к началу 60-х годов учеными была сформулирована стройная теория, которая получила название теории тектоники литосферных плит. Суть ее заключается в том, что сама верхняя оболочка Земли, которая называется литосферой, разбита на определенное количество литосферных плит, которые свободно перемещаются по поверхности Земли. Там, где эти плиты расходятся, образуются новые океаны. Там, где они наоборот сходятся, океаны закрываются, и на их месте возникают горы по линии столкновения гигантских континентов. Именно к границам между плитами приурочено 90% примерно всех существующих на земном шаре землетрясений. Причем интересно, что в так называемых дивергентных зонах раскрытия, это первый тип границ, происходит как бы растяжение, растягивающие эти плиты друг от друга, и в эту рифтовую трещину поступают под давлением магмы из астаносферы, которая формирует новую океаническую кору. Так рождаются новые океаны. А в других зонах идет обратный процесс, это вызываемый зоной конвергенции. Это процесс, когда океанская кора пододвигается под край континента. Вот эти два процесса как бы компенсируют друг друга. Раздвижение океана и наращивание океанической коры, и деструктивный процесс, когда океаническая кора пододвигается под континенты, и таким образом общая поверхность Земли остается постоянной. Потому что если бы этого не происходило, земной шар расширялся бы подобно, знаете, этому шару, который мы надуваем, вплоть до того, что он мог бы лопнуть. Кстати, одним из проявлений того, что океаническая кора погружается под континент, является самообразование вулканов на поверхности Земли именно в этих регионах. Основная масса вулканов на Земле имеет такое же происхождение. Многочисленные исследования, проведенные в последние десятилетия, подтвердили, что движение континента в океане является непрерывным процессом. Но самым убедительным подтверждением послужило использованием в последние годы системы GPS. Вот этот прибор, который называется GPS, Global Position System, из которого американцы практически ходят в лес за грибами, позволяет с высокой точностью определить наше свое местоположение, широту, долготу, даже высоту над уровнем моря. Это мощнейшее оружие в руках геологов и геофизиков. И повторные измерения с этого аппарата GPS они показывают, что да, океаны продолжают раскрываться, что да, плиты продолжают разведаться. Для чего тебе город, который увиден впервые? Если мимо него в океане проходит твой путь, как назад и вперед не крутите часы судовые, уходящие минуты обратно уже не вернуть. Ну а у океанов, вообще говоря, сложная жизнь. Вот мы с вами можем снова вернуться к тому, что, как видно из реконструкций, между южными континентами, Африкой, Аравией, Индостаном, Австралией, которые были все где-то вокруг Антарктиды 270 миллионов лет назад, существовал и северными. Существовал огромный океан Тетис. Вот океан закрылся от движения континентов на север, остаточек его это вот Средиземное море, Черное море, Южная часть Каспийского моря. Но полуостров Индостан, набрав большую скорость вот по этим рельсам, как бы, вот он ударился с огромной силой о Евразиатском континент. Складка образовалась, возникли Гималайя, Каракаром, вот эти, альпийская складчатость, эти горы, и трещины возникли во всем Азиатском континенте. Эти рельсы и сейчас еще хорошо видны. Это хребет Брокен и хребет 90-го градуса. До сих пор это вулканические хребты, огромные два шва, трещины, оставшиеся от движения полуострова Индостан на север. Тут работало наше судно «Витязь», как раз я помню. А я был на другом судне, Дмитрий Менделеев, в Тихом океане. И мы шуточно обменивались телеграммами. Я помню свою телеграмму я им послал. Наша вахта ночами не спит. Обстановка хоть падай, хоть радуйся. Как, друзья, вы разводите спирт на хребте 90-го градуса. Сейчас такой процесс захлопывания океанов наблюдается между Индонезией и Австралией. Австралия движется на север, Индонезия на юго-восток. Еще 20 миллионов лет назад между ними было довольно большое океанское пространство. И Индийский океан свободно сообщался вдоль него с Тихим. Теперь мы наблюдаем обратную картину. В частности, в районе так называемого Малукского моря на востоке Индонезии две островные дуги сближаются и захлопывают пространство с океанической корой, занятое этим морем. Да, Австралия присоединится к Евразии. И это может положить начало рождению вот новой Пангеи. Возвращаясь к разговору о Пангеи, надо сказать, что после появления теории техники плит уже в наше время было признано, что Альфред Вегенер все-таки не был фантазером и сумасшедшим, а был гениальным ученым и провидцем. У Вегенера было много очень союзников на южных континентах. И это связано с тем, что именно на южных континентах Земли и на субконтинентах, то есть в Африке, в Южной Америке, в Индии и в Австралии, ну, на Антарктиде просто никто не жил, а вот во всех этих местах Земли геологи находили много свидетельств раздвигания, отодвигания друг от друга этих континентальных массивов. На чем основывался Вегенер? Он основывался на некоторых фактах, которые к тому времени были уже достаточно хорошо известны. Ряд материков был охвачен оледенением. Это оледенение захватывал Южную Америку, Африку, Индию, Аравию, Австралию, Антарктиду. Это был огромный, грандиозный ледник. И никаким другим образом нельзя было объяснить существование единого, гигантского, покровного оледенения, если не допустить, что все эти материки в это время были совмещены друг с другом. Еще было обнаружено, что в позднем Палеозое и в раннем Мезозое в пределах всех этих континентов развивалась одинаковая флора, одинаковые типы растений. И жили среди этой флоры амфибии и рептилии, которые тоже очень были сходны. Это было царство пресмыкающихся, и в том числе той группы пресмыкающихся, которые называют динозаврами. И также близкие к ним летающие ящеры были, и океанские или морские ящеры, ихтиозавры были. И трудно объяснить, каким образом одни и те же виды животных погружены в Антарктиде и в Индии, если бы Индия находилась на расстоянии от Антарктиды, на котором она находится и сейчас. Это немыслимо. Именно эти факты и были использованы Альфредом Вегенером наряду со скотством очертаний материков, которые разделились. Однако геологи долгое время полагали, что Пангея была только один раз в истории Земли. Но на самом деле это не совсем так. Потому что мне довелось в 80-е годы прошлого века вместе с корреспондентом Львом Павловичем Занышайным достаточно долго работать на составление реконструкции океановых континентов в истории нашей планеты. И вот эти реконструкции показали, что Пангея была не единична, что время от времени континенты собирались вместе, а потом опять распадались. Причем интересно, что интервал времени между этими Пангеями или Палеопангеями, которое было несколько в истории Земли, уже и миллиарды лет назад, он составлял примерно 600 миллионов лет. Причем когда существовали суперконтиненты, то ясно, что на одной стороне были суперконтиненты, на другой должен был существовать такой же суперокеан. Его и называли Панталас, всеобщий океан. Иногда его еще называют Палеотихим океаном. Когда суперконтиненты распадались, то в зазорах между их обломками возникали вторичные океаны. Вот к этому типу относятся современные океаны Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый. До сих пор среди ученых, среди геофизиков, геологов идут большие споры по поводу возраста дна Тихого океана. Дело в том, что при глубоководном океаническом бурении в пределах Тихого океана были вскрыты самые древние породы юрского возраста, 160-170 миллионов лет. И считали, что, возможно, Тихий океан такой же относительно не старый, как и Атлантический океан, где у побережья Африки и Америки были обнаружены примерно при бурении породы такого же возраста. Но изучение краев континентов, обрамляющих Тихий океан, и прежде всего Камчатки, Ант, с другой стороны Корзельер, или более южных участков Австралии, наиболее восточных участков ее, контактирующих уже с современным Тихим океаном, показали, что там были найдены, так называемые, афиолиты, то есть древние породы океанического дна. Вот один из таких афиолитов, образец его я держу в руке. И получается, что возраст этих афиолитов, а значит и возраст древнего дна Тихого океана, достигал 600, даже 700 миллионов лет. Афиолиты существуют, например, их находят и на Южном Урале, и в горах Кавказа. И вот, например, я тут побывал несколько лет назад с геологической экспилицией на Кипре, так вот там, над столицей Киевной, Никазии, вот вышивается высокий хребет, Тродосский хребет. Так вот, на самое решение Тродоса очень много афиолитов. Это древнее дно океана Тетис, которое закинуто от удара Африки о Европу аж на высоту полторы тысячи метров. Можете представить, какой мощностью было это столкновидно. Точно так же по таким же реликтам афиолитов судят о существовании и других океанов. Вот, например, о существовании так называемого Палеоазиатского океана, который когда-то отделял Восточную Европу от Сибири, Сибирь от Китая. Вот когда-то существовал такой океан, но закрылся значительно раньше. Закрылся где-то уже частично 300 с чем-то миллионом лет тому назад. Мы много говорили о территориях, которые сегодня от нас достаточно далеки. Австралия, Африка, Южная Америка. А ведь образование новых океанов, так называемый рифтогенез с расколом континентов, происходит и на территории России тоже. Байкал, пресноводное озеро на юго-востоке Сибири. Расположено на высоте 456 метров. Окружено горами. Площадь составляет 31,5 тысячу квадратных километров. Длина 636 километров. Самое глубокое в мире озеро. Происхождение тектоническое. Впадает 336 рек, вытекает только ангара. Ну, вот один из первых кандидатов в будущее океана, так сказать, новорожденный, как бы, океан, это наше озеро Байкала. Это глубочайшая рифтовая трещина. Кстати, именно там проходили пробные погружения наших глубоководных обитаемых аппаратов, вот Пайтиц и других, которые потом работали в океане. Именно там, погружаясь они эту рифтовую трещину, могли наблюдать на дне озера Байкала. Там же была проведена нами магнитная съемка, которая установила на дне Байкала такие же линейные полосчатые магнитные навалии, как и в настоящем Большом океане. Так вот, эта трещина, которая на юг уходит в Монголию, а на севере тянется почти до устья Лены, вот по ней будет формироваться новый океан. И наш Дальний Восток, Среди, отколется от нас, то есть от остальной части Сибири, и поплывет как бы отдельно. Нас будет разделять огромный океан. Второй пример – это вот Мертвое море в Израиле. Вдоль как раз линии Мертвого моря, и там озеро Кенерет, и реки Иордан, огромная тоже проходит трещина, которая дальше уходит в Акабский залив Красного моря, и по ней тоже будет раскрываться это все, и там тоже формируется новый океан, который отделит Израиле, этого арабских соседей, и там кончится Интифада через несколько десятков миллионов лет. Есть и другие примеры таких трещин на поверхности Земли. Таким образом, сегодня, пока мы с вами разговариваем, на наших глазах происходит рождение новых океанов. В апреле 31-го года, когда миновала полярная ночь, на западной станции снарядили в дорогу большую группу. На 189-м километре ледовой трассы эта группа обнаружила торчавшие из снега лыжи Вегенера. Всем стало окончательно ясно – Альфред Вегенер и его помощник Расмус погибли. Вот так закончилась жизнь Вегенера, а его саркофаг, так сказать, ледяной, он постепенно перемещается при дрейфе льдов, сползая к западному побережью Гренландии. Я все же не думал, что ты считаешь мой проконтинент более фантастическим, чем он есть. Почему мы должны бояться бросить за борт старые представления? Альфред Вегенер Сама тема рождения и гибель океанов только сейчас стала относительно безопасной. Я уже упоминал о доносе, написанном на группу авторов, в том числе на меня, как на первого автора, и на замечательного вошедшей жизни геолога Льва Павловича Заннышайна в Академию наук. Интересно, что эта история имела продолжение. Президент Академии наук направил письмо в институт, и мы, авторы этого безграмотного доноса, а мы с Заннышайном писали ответ, всячески пытаясь оправдаться, что мы не являемся буржуазными лжеучеными. Такие ярлыки сталинского времени еще сохранялись. И все-таки вслед за Великим Галилеем можно сказать, все-таки она вертится, все-таки континенты движутся, все-таки океаны рождаются и погибают. И вот за моей спиной можно увидеть некоторые примеры. Ну, о гибели что говорить? Мы о ней уже говорили. Рождение в новых океанах. Это, прежде всего, наш Байкал. Вот он. И вот эта трещина, которая будет вот так вот продолжаться дальше, отделит когда-нибудь эту часть Азии от ее основного, так сказать, материка. Вот. Это Красное море, которое раскрывается, и Аравийский подросток отойдет от Африки, и Африка опять станет отдельно, как в былые времена. Его апофис Мертвое море, и так далее, и так далее. Ну, а что касается Австралии, то поскольку раскрывается вот эта часть Южного океана, то Австралия движется на север, и, как знать, может быть, скоро мы с вами снова будем ходить посоху из Австралии в Евразию. Снова чайка кричит и кружится в багровом тумане. Снова судно идет за собой, не оставив следа. А земля вечерами мелькает, накиная кран. Нам уже наяву не увидеть ее никогда. КОНЕЦ